Ну, став жертвой этой аферы огромной, я могу сказать так, если бы отмотать ситуацию пять лет тому назад, у меня была такая вот возможность, я бы, наверное, не покупала ничего в этой стране. И я бы не вкладывала деньги в эту экономику. Зная свой опыт и все, что я видела в других странах, поддерживая политику Польши, Германии, США, Мексики, других стран, я могу сказать так, я бы вот не вложила бы деньги в Украине. Но сейчас, имея эти реалии, я понимаю, что любой новый закон не защитит людей ни от чего. Читать документы, проводить исследования, делать запыты, возможно, это вас как-то оградит. Но знать эти четкие вопросы, к сожалению, не всем дано. Поэтому необходимо обращаться к каким-то друзьям, специалистам или еще кому-то. У нас нет, кстати, организаций, которые могут достоверно сказать, что этот забудовник действительно построят, а этот нет. То есть обращаться, по сути, не к кому. Даже придя в городские власти, ты не получишь ответа, потому что они могут потерять эти документы на моем примере дома. А людям, которые оказались вот в этой ужасной ситуации, такому, как Виталик Ткаленко, это наш житель, который вышел на мост метро и готов был покончить жизнь с собой убийством, потому что его довела эта ситуация до этого, это из-за нашего дома. Набраться мудрости, храбрости, смелости и идти отстаивать в суды свои права. А государство я призываю исполнять решения судов и не бросать этих людей, потому что эти люди, если они разуверятся, то их дети, внуки и все остальные не будут жить просто в этой стране. Вот. Дякую вам.